Продукт от компании COS Это беспроводная колонка BTS-1 Стоит на текущий момент 2390 рублей И этот производитель известен как производитель хорошей и качественной акустики Удалось ли ему создать и удачную портативную колонку, мы посмотрим в ходе тестирования Информации по этой колонке нет Нет и на российских, нет и на зарубежных сайтах Хотя продажи стартовали в сентябре Мы первыми детально тестируем эту модель Поставляется она в такой упаковке На обратной стороне преимущества этой модели Комплектация и основные элементы управления Есть в комплекте у нас кабель серебристый Это кабель для подключения и зарядки Микро-USB Гарантийный талон И собственно самая колонка Доступна только одна версия цветового исполнения Это версия с белым корпусом Смотрится она довольно интересно и при этом имеет компактные габариты Вот так вот она выглядит Габариты у нее следующие Это 147 на 121 и 43 мм Под защитной решеткой металлической скрывается У нас 40 мм динамики Используются здесь качественные динамики По диапазону частот от 150 до 20000 Гц Эта колонка поддерживает Элементы у нас следующие Выведены они все на верхнюю грань Окрашены они в серый цвет Это кнопка уменьшения громкости Кнопка собственно включения Кнопка активации Bluetooth Зависит ее действие от длительности нажатия Здесь кнопка включения Никаких NFC технологий нет То есть мы подключаемся вручную По стандарту Bluetooth 3.0 Не самый последний стандарт Bluetooth 4.0 был бы здесь интереснее И он бы заметно добавил времени автономности Но имеем что и имеем На обратной стороне есть интересная фишка Это откидная ножка То есть можно ее просто вытащить И расположить колонку на столе Направив например на себя Мелочь, а действительно практично и интересно С этой стороны разъем microUSB Разъем для подключения наушников И разъем для подключения внешней колонки То есть например если у вас какая-то есть гарнитура Которая не поддерживает беспроводное подключение Вы можете использовать COS-BTS-1 Как док-станцию Как промежуточное устройство для подключения То есть вот такая вот небольшая опция И фишка у данной колонки у нас имеется Можно например кстати сюда подключить И вторые наушники для вашего соседа Или подруги Итак подключаем мы ее естественно по Bluetooth 4.0 Поддержит у нас различные протоколы В среднем она работает на расстоянии по Bluetooth где-то примерно 10 метров На практике примерно при 9 Если есть препятствия начинают уже небольшие тормоза у нее появляться Внутри литий-ионный аккумулятор На его зарядку уходит около 2 часов Эта колонка может проработать автономно При максимальной громкости где-то 4.5 часа И при умеренной громкости можно дотянуть примерно 6 часов Но я думаю что при Bluetooth можно было прибавить сюда смело еще часа 2-3 Но имеем что ими Итак мы подключаем ее к телефону OPN1 И давайте посмотрим на звучание Оценим частоты которые сработают Так она у нас отключилась Все мы ее подключили То есть можно было кстати заметить Одна и та же композиция и разница в звучании То есть здесь у нас на телефоне не хватает низких частот Задраны высокие частоты А здесь все худо-бедно Присутствует То есть есть низкие частоты Они не хрипят, не скрипят Средние частоты и высокие частоты выразительные Такое звучание И мне кажется для 3-х ваттного динамика Выдают они неплохое качество звучания Плюс хороший запас громкости То есть вот здесь имеется Так сейчас То есть можно естественно дистанционно управлять С колонки на телефоне Меломанам естественно колонки не подойдут Но что же вы хотели при таких габаритах Малый вес у меня То есть соединяют тягощи Наличие чехла положительно сказывается на удобстве ношения и транспортировки Вот так они звучат Напомню, у нас на тестах была колонка КОС-БТС-1 Особых претензий к ней нет Но единственное, что я хотел бы здесь видеть все-таки Bluetooth 4.0 Если этот вопрос для вас не принципиальный Эта колонка, я думаю, окупит все вложенные в нее средства Колонка КОС-БТС-1 Получает награду серебро Выбор редакции мегаобзор.ком Важного разумения Подписывайтесь на наш канал Перед чем много-много интересного Всем спасибо И пока-пока Продолжение следует...